Здравствуйте! На библейский портал Экзегет пришел вопрос. Так хочется чудес. Это нормально или это опасно? Господь отвечал требующим от него чудес фарисеям и учителям закона. Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения ионы пророка. И говорит он о своем будущем воскресении. Для чего род сей требует знамения? Истинно говорю вам, не дастся роду сему знамение. Иисус говорит ему. Речь идет о Фомине верующем, как мы его называем. Ты поверил, потому что увидел меня, блаженно не видевшие и уверовавшие. Из этих слов, приведенных Христа, мы понимаем, что поиск знамения, то есть чудо как подтверждение того, что перед нами Господь, или то, что прилежит Господу, это путь лукавый, потому что это путь неверия. Докажи Господи. Когда учителя закона и фарисеи пришли к Иоанну крестить, чтобы проверить, истинен ли он пророк, он с ними очень сурово разговаривал. Он назвал их вообще змеенышами, по рождению ехидной же, жутко оскорблением. Потому что они пришли не узнать волю Божию, а проверить. А ну-ка мы проверим, святость здесь или нет, или самовольство. Вот с таким взглядом, конечно, Господь не обретается. И вообще чудо очень редко бывает источником веры. Бывает, но редко. Обычно чудо следствия веры. И человеку глубоко верующему, уже познавшему Бога, живущему со Христом, чудо не нужно. Вот мы можем прочитать книгу пророка Даниила, библейскую, и увидеть там молитву трех отроков, которые были ввержены в печь царем Науходоносором. Если читать эту большую молитву, это огромный текст, который прочно вошел в литургическое наше предание, в канон утренний, каждый утренний. Так вот, там они молятся Богу так. Господи, мы знаем, что Ты все можешь. Мы знаем, что Тебе подвластно все, и подвластно спасти нас от этой смерти неминуемой. И мы знаем, что мы согрешили и заслужили эту смерть. Если Ты можешь, спаси. Но если Ты и не спасешь наш, и мы сейчас погибнем, то мы все равно Тебя будем славить, потому что Ты праведен. Вот это удивительное такое воззвание, такая молитва к Богу, что, Господи, если Ты решишь, что должно быть чудо, ради, может быть, даже других людей, то пусть оно будет. А нам этого не нужно, потому что мы и так в Тебя верим, мы и так Тебя любим. Погибнем мы или нет. Поэтому, действительно, когда верующий человек начинает искать знамени или чудо, в этом есть очень большое соблазн и искушение вот такого лукавства. Но иногда у святых есть дерзновение, у близких к Богу людей, и они вымаливают чудо. Удивительны примеры, их тысячи примеров, чудес, которые творил Господь, например, через святого праведного Иоанна Кронштадтского. И даже этот праведник оставил нам воспоминания, однажды, встречаясь с духовенством в одном из своих пастырских путешествий, он описывает, как было сотворено первое чудо. И он, я сейчас точно не могу это вспомнить, но он говорит, что вдруг у меня появилась уверенность, что Господь это сделает. Речь идет об исцелении больного, по-моему, мальчика. Вот бывает так. Кому-то Господь это дает, кому-то нет. Бывает, что Господь дает человеку стать свидетелем и проводником чудесного вторжения благодати Божией в жизнь другого человека, а его молитвы, допустим, об исцелении самого себя Господь не исполняет. Был такой замечательный подвижник, архимандрит Таврион Батосский, который, по-моему, 27 лет отсидел в лагерях, а потом был духовником, молитвенником в Рижской и Преображенской пустыне. И один из пожилых, очень уважаемых московских клириков, который был с ним знаком, и свидетельству которого можно, безусловно, верить, рассказывает, как одна убитая горем мать привезла к нему своего подростка-сына, который должен был скоро умереть от рака пищевода. Он уже не мог принимать никакой пищи, и врачи его выписывали уже домой. И вот когда архимандрит Таврион его увидел, он сказал причащаться, а потом дал ему большую просфору. Мама говорит, он не может есть. Батюшка говорит, пусть ест. Ребенок съел просфору и вернулся в Москву совершенно здорово. Я это запомнил. Прошло несколько лет, и мне попалась книга с биографией и воспоминаниями об архимандритте Таврионе. И вдруг я читаю в этой книге, что он умер от рака пищевода. Понимаете? То есть ему по любви к другому человеку дано было выпросить, вымолить у Бога это чудо, а себе он даже не стал его выпрашивать. Как и Иоанн Кронштадтский, который был проводником исцеления сотен людей от рака. Он же умер от рака. Понимаете? Поэтому праведники, они не ищут чуда. Вот путь праведного сердца перед Богом это молиться о чуде, может быть, по любви для другого. Но не для себя. Верующий сердце и так знает Господа. Неважно, каким путем тебя Господь поведет. Ты все равно Господа призван и уже умеешь любить. Поэтому чудо, может быть, на начальном этапе по молитвам кого-то и помогает человеку. Но тому, сердце которого ищет Господа. А так, сколько чудес сотворил Христос, как сказано в Священном Писании. И сколько людей не только не уверовали, но возненавидели его и убили его в результате. Потому что, говорят, весь народ пойдет за ним, он слишком много чудес творит. Поэтому отношение к чудесам должно быть осторожное. Они могут быть, могут не быть, но они не являются существом нашей веры. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok